Привет, дружок! Несмотря на то, что в объективной реальности тян не существует, в виртуальном пространстве данное сословие не просто успешно процветает, но и имеет вполне ощутимое влияние, как некоторые тиктоковские видосы на созревание самцов в саванных шимпанзе. Будучи признанным экспертом-тенологом, я решил систематизировать свои свеженькие, как калтрицератоп сознания и представить тебе результат глубочайшего анализа существующей меты тней. Короче, сегодня я покажу тебе топ-10 тянок из игр, которых не зашкварно взять в пати для более яркого и успешного проведения приключенческого досуга, типа натягивания ока Саурона Саурону на шоколадный глаз, рейды на корпоратив в царство Аида и иных дегустаций повседневных увеселительных программ. Предлагаю тебе усесться поудобнее, вытянуть ножки и представить себя в роли лорда Фаркуада из первого Шрека. Я же буду лысеющим зеркальцем, предлагающим варианты вайф для наполнения твоей чудесной пати годными юнитами. Ах да, скажу сразу, 2020-е тысячелетие пока не слишком богато на игровых тянучек, да и в перспективе вполне очевидно намечается голяк, поэтому мне пришлось включить в терлист немного прошлогоднего забродившего продукта, но это только придаст пикантности цельной. Да, и досмотри это видео до конца, чтобы не пропустить приколюху. Номер 10, Кесси Кейдж из Мартака 11. Кесси любительница вздувать резиновые шары усилиями ротовой полости, беспощадно их взрывать и пережевывать не глотая. Сразу видны лидерские качества и хладнокровная натура, что не осталось незамеченным вайфай номер 1 всех держателей священного картриджа Мартака на Сегу, Соньки Блейдовой. Батька также наверняка научил волосатого потомка выкручивать междуножные трофеи, и вкупе с начищенным до шаловливого блеска пистолетом в количестве целых 2 штука, Кесси вполне способна вытянуть роль в твоей чудесной пати. Однако, возможно, конкуренция за лидерство, и если твой внутренний стержень слишком жиденький, в пати могут не взять уже тебя. Поэтому не ешь тот роковой-сороковой пельмень, подумай, а потом ешь. Кесси опасается огромных, плотных, влажных кораблей в щепке дербанищих бревна с досками, топотулик и, возможно, немного побаивается прыщей на ягодицах. Номер 9. Тяночка из свежачка под названием Нио 2. Воротник из меха мамонта на легком весеннем топике выдает в тне невероятной утонченности вкус. В компании подобной нимфы в топовом брендированном шмоте сам однозначно будешь приниматься за элиту в глазах агрессивных гоблинов в любом зачуханном переулке. Стоит отметить наличие масочки. Да, это не лучший вариант, найденный мною на Алике для удовлетворения игрищ по обмену жидкостями, частично описанных в этих ваших японских комиксах, ну или похода в магазин. Но само наличие уже подразумевает определенную ответственность, а это ведь хорошо. Несмотря на довольно редкие и немного сомнительные демонстрации скилухи, на начало 16 века тня поддерживает вполне боевитый фенотип. И несмотря на выдержку в пять сотен лет, все еще является вполне конкурентоспособной вайфочкой для пати. Номер 8. Хелена Дуглас из Dead or Relief 6. Французская оперная певица с набитыми кулаками и отбитыми ляжками. Мастер нафаршировывать оппонентов багетами в пропорциях один к одному. Настоящий боевой бард в твоей тиме. Только представь, долгий, сложный поход до данжа с перебафанным боссом. Ты весь день лаптями номинал лягушачье дерьмецо в болотах, согласись, это немного дезморалит. И вот долгожданный вечерний привал у костра. Твоя спутница во весь голос из пересохшего горла хреначит на латинском языке с французским акцентом про любовь средневековой крестьянки к элитным вписонам. Красота, жешь. Вот тогда ты точно с благодарностью вспомнишь Мурчика, доктора тянущных наук. Номер 7. Иногда в патии ценится не столько ДД, а сколько Хилл. Но круче всего, когда роли совмещены, как например у Эммы из Секиро. Эмка спец не только по развешиванию пищеварительной системы оппонента гирлянды по цветущим сакурам, но и мастер домашних заготовок, в частности, настоечек. Ты только вовремя расширяй свою горлянку, и живительный эликсир не раз вступит в позитивную реакцию с желудочной жижкой. Брать Хилла в патию или нет всегда непростое решение, поэтому сначала лучше посмотреть всех. Номер 6. Кан Созидательница из Свежего Дума. Серьезная и респектабельная Тян с целой кучей тентакливидных сюрпризов, загадочно выглядывающих из-под юбки. Обладательница миловидного лица и гладких крылышек. Я уже представляю, как прекрасно они будут выглядеть в чулках. В общем, Тян мечта, и я уверен, что любая пати будет рада подобному экземпляру. Однако, такую вайфочку сложно будет не только удовлетворить, на метро явно не покатаешь, но и в принципе прокормить. Поэтому необходимо заранее продумать все тонкости тылового обеспечения, изучить теорию оптимального фуражирования и рассчитать время подачи провианта. В лунных сутках, естественно. Из явных преимуществ выделю исключение из бюджета трат на авиаперевозку, пятюню в журнале за баскетбол и армию бесполезных подсосов. Не важно, что бесполезных, важно, что их много. Из минусов могу отметить склонность созидательницы льнуть к парням покрупнее, изливая от их вида из тентаклей с лис-литрами, которая буквально сочится кусками. Ну, могу лишь посоветовать подумать об обуви с высоким каблуком. Номер 5. Вайпер из Валорант. Настолько свежайший вариант, что буквально пахнет потом дизайнеров 3D-модельки. Вообще, вайпер спец по всяким зелёным штукам. Некоторые ошибочно полагают, что это говорит о хорошем среднем бале в области практического зельеварения. Но не дай себя обмакнуть, зелёный цвет символизирует щавель, кислющий, как семь сотен муравьиных жоп. В чём, собственно, преимущество, спросит заинтригованный зритель. Вайпер — это тня, скрытая в листве, тянхикан. Соответственно, её основным преимуществом является контроль и внезапность, расстановка ловушек и рассадка ловрушек. В отличие от остальных вайв, с вайпер можно работать по стелсу. И мало того, что зелёный цвет буквально массирует напряжённые нервные волокна, то есть расслабляет возбуждённый организм. Для оппонента зелёная пыльца — верный подсознательный знак того, что территория помечена и теперь принадлежит тебе. Ну и сама тянь спокойно может работать как мануально, так и с приблудами. Номер 4. Дездемония из Рэйдж 2. Передаю привет моим зрителям 75+, это всё для вас. Я немного поколдую каджитским колдунством и подставлю морковку для снижения холестерина в видеоряде. В общем, когда ты уже на опыте, ты понимаешь, что сила не только в оружии и умении им пользоваться, а в медийности и влиятельности. Дездемония ведёт своё вечернее шоу на ТВ, где разной степени дрещавости челики пытаются отбить у мутантов крышки от ядер полы. Плюсы тни номер 4 очевидны. На какого бы босса ты ни пошёл рейдом, он с высокой долей вероятности является бывшим кавалером Дезды. А они уж точно найдут общий язык, ну или возможно будет больше мотивации для нещадной долбёжки. Ну в смысле зарубы. Кроме того, как мы видим, деваха сечёт за юриспруденцию. Договорчики там, подписи, ценный кадр нарисовался, прими во внимание. Окей, подходим к тройке, ну не финалистов, у нас тут немного другой формат, а скорее к тройке козырных тней. Напряжение нарастает. И пока выдалась небольшая перерыва, можешь накапать себе в чай капель 15 говяжьего бульона из-под быстро завариваемой лапши. Зачем? Ну для нажористости напитка, конечно же. Уже готов? Ну тогда номер 3. Джилл Валентайн из нового старого третьего резидента. Уж кто-кто, а она повидала некоторое дерьмо. Тню иногда подколбашивает, но кто с утра вообще выглядит нормально. Так что не сочти очевидно вяленький экспресс-макияж за слабость. Да, и иногда нимфа в майке не только раздаёт чапалахов, но и сама получает вполне тяжёлых лещей. Однако это не должно тебя смущать. Профессиональное, проверенное временем дедовское закаливание путём втирания холодца из лошадиных копыт с крапивой в межрёберные промежутки делает своё дело. Из профайла видим, что тня довольно подвижная. Может бегать, прыгать, делать выход силой на две руки. Соответственно, разнообразие досуга увеличивается за счёт возможности совместного висения на турничках. Валентайн иногда не прочь полакомиться сашими, провести водные процедуры, позагорать под лазером и поддержать в руках блестяшки. Я вполне уверен, что всего вышеперечисленного достаточно, чтобы принять тянку в пати на любого босса. Очевидно, персонаж весёлый. Номер 2. Шелия из Bright Memory. Как по мне, лучший выживальщик для этих ваших апокалипсисов. Шатаясь между двух миров, многофункциональная тян надорочилась прописывать летальных звездюлин разнообразным ублюдочным формам жизни. А это, как минимум, говорит о том, что в походе всегда будет чё покусить. Знакомые до приятного пощипывания в кокосах умения месье Виктора и ультующего Гензи Сана в удобной эстетической модельке модифицируют персонажа в самостоятельное сверхтянское существо, которое не только быстро и динамично раздамажит даже серьёзных мобов-бизнесменов, но и сделает это красиво, элегантно и с тонким оттенком аромата цветущих грибов. Лучше всего отыгрывает лицом удивление и недоумение, даже лучше тебя во время просмотра этого видоса. Но всё это отпечаток крутых сюжетных поворотов и других внезапных ситуёвен. Вот, например, сажаю редис в твой монитор, не забудь прополоть. Ну и циферка раз. Ника из Devil May Cry 5. Расписная, как мамкин холодильник, тянучка с очумелыми ручками. Нелегальная гонщица и вообще единственная тня, имеющая автомобиль. То есть с документально подтверждённым имуществом, хоть как-то котирующимся в современных реалиях. Очевидное преимущество в передвижении. Даже тня номер 6 летает только когда быкует, и толк от этой хурмы ощущается лишь на полшишечки. А тут растянулся такой позади, посасываешь пастеризованное молочко из разлагаемой картонной пачки. Лениво носком полируешь свой ствол, а движуха-то мутится. Тянучка туфлёй угнетает педальку, и наисвежайший ветер, как говорят в интеллигентных кругах, активно попку обдувает, чтобы это не значило. Но ты и сам понимаешь, что кучер и ямщик, тем более нелегальный, не самый сочный пункт в резюме для пати. В чём же ещё козырь этой козырной дамы? Ника-оружейник строгает руки из биологических ошмётков мутировавших мобов, нарезает обрезы, стережёт тыл, всё, что ты не добьёшь, она с радостным писком вынюхает. Короче, очень полезный и перспективный тиммейт, а у меня всё, я кончил. Поздравляю тебя, странник, ты досмотрел видео до конца. Да, пришло время написать в комментариях имена трёх тянок из этих десяти, которых бы ты принял в свою пати, а также в каком игровом квесте вы бы поучаствовали. Я бы, например, собрал в пати и откастомизировал бы Эми, Ника, Кан, Созидательницу, и погнали бы мы нагибать Алдуина в Скайриме. Ну и как обычно, ставь лук, оформляй подписку на канал, тереби колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и все какие-то ссылки в описании.